Всем привет, меня зовут Оля, и я бы хотела рассказать, каким образом, точнее продолжить свою историю, каким образом в России поступают с позиционно настроенными людьми, с ярой или агрессивно позиционно настроенными. В данном случае со мной. Я уже продолжала свою историю в двух маленьких видео, не хотела записывать больше, потому что думала о том, что их никто не посмотрит, и мало кто сможет их распространить, потому что мне очень нужна помощь. На меня и психологически, и физически, скажем так, воздействует. То есть это происходит не официально со стороны государства. Официально со стороны государства нет никаких гонений. То есть ни из полиции, ни из ВСБ меня никуда не вызывали, на меня не заводили дела. Это происходит скрытно для того, чтобы я не могла, во-первых, уехать из России, а во-вторых, чтобы я не могла обратиться в правозащитные организации. Я, наверное, расскажу по порядку, как это происходит со мной. Не обращайте внимания, что я немножко запахалась, потому что там такие... Дорога не очень удобная, поэтому тяжело идти. Вот, наверное, продолжу. Немножко нервничаю, поэтому буду запинаться. Не обращайте внимания, пожалуйста. Ну, каким образом это происходит? Значит, ну, это происходит на протяжении трёх лет. Это активное такое преследование на протяжении трёх лет. И мало того, то есть это преследование настолько тонкое, что я узнала о том, что всё это время со мной что-то происходило только после того, как мне об этом рассказали. То есть мне дали понять мои знакомые, о которых я говорила в прошлом видео из кадетского класса, которые объявились в моей жизни последние полгода, наверное. И объяснили мне, что они причастны к тому, что со мной происходит. Но не явно, то есть... Ну, по-военному, скажем так, как вам объяснить. Это очень тяжело, в принципе, об этом рассказывать. В общем, получается, что на протяжении, наверное, трёх лет меня преследуют на машинах, меня преследуют люди. И всё это делается таким образом, чтобы вы усомнились... Ну, то есть в данном случае я усомнилась в своей собственной адекватности. То есть можете ли вы различать, знаете, ну, реальность и нереальность. Ну, это работает разведка, это работают профессионалы, потому что мои знакомые работают как раз-таки в ФСБ, вот эти бывшие знакомые. Бывшие знакомые в армии России, в разведке, ну, где только не работают, потому что кадетский класс это даёт о себе знать. Вот. И они таким образом сводят людей с ума, начинают следить, бывают у вас дома, переставляют предметы. Допустим, вы записываете на видео, например, похищают документы из дома, у меня похитили документы. Также у них есть специальный аппарат, наверное, даже специальный технический комплекс, который воздействует на человека, на его нервы, на его нервные узлы, на головной мозг, на внутренние органы. То есть воздействует исключительно в негативном плане, уничтожает. Вы можете, например, посмотреть в ютубе, набрать... комар. Набрать видео о психи-террор или защите от психи-террора, психи-оружие, и посмотреть, что делается с людьми. То есть разведка в России всё делает таким образом, как будто вы становитесь сумасшедшим. То есть делает из вас сумасшедшего. Вы вполне адекватны, но благодаря вот этому специальному техническому комплексу они могут влиять на ваше сознание, подсознание и на ваш визуальный ряд, ассоциативный ряд, звуковой ряд. И поэтому сопротивляться с этим очень-очень сложно. На данный момент я понимаю, что ещё могу сопротивляться. Поэтому мне становится очень тяжело, потому что действует на моих близких людей. То есть сразу появляются какие-то знакомые, которые рассказывают маме, что «если я пойду в посольство, то меня положат в какую-то больницу, в психбольницу, как в Советском Союзе, что будет карательная медицина» и так далее. И это очень стрёмно, потому что сейчас 21 век на дворе, а в России до сих пор действуют методами, я не знаю, КГБ, НКВД. И это просто удивительно. Я очень надеюсь, что эта ситуация каким-то образом разрулится, потому что терпеть это невозможно. И если оглянуться назад, то разведка работает так. Благодаря интернету и людям, которых нанимает на работу российская армия, это там, скорее всего, психологи, социологи. То есть давайте оглянёмся назад в мою жизнь и расскажу именно про меня. На протяжении трёх лет, куда бы я ни устраивалась, везде были психологи и социологи. И это не случайно подобранные люди. Потом они снова возникали в моей жизни и каким-то образом двигали меня в нужном им направлении. То есть как бы задавали курс. У меня в таких... на протяжении трёх лет это было пять или шесть работ. И эти люди настроены исключительно... Ну, делают вид, знаете, что с вами дружат, но на самом деле они вас очень принижают. Вы в социальном плане становитесь очень от них зависимыми. Они разрушают вашу социальную жизнь для того, чтобы полностью сломать вас. Ссорят вас с близкими людьми, то есть вы сломаны в психологическом плане, в моральном плане. И потом вас ломают в физическом плане. То есть вас либо отправляют на лечение в больницу какую-нибудь. Как это делось? В НКВД, ну то есть в советское время. Либо устраняют физически. То есть в данном случае с помощью этого специального технического комплекса, который... Как он действует? Ну вот я жила всё это в квартире. Сейчас живу на даче. Скажем так, сбежала из квартиры, потому что там невозможно жить. Вот этот комплекс технический. Там есть ультразвук, есть инфразвук, есть электромагнитные волны. Действия чего вы очень сильно на себе ощущаете. То есть этому невозможно противостоять. Если вы неподготовленный человек, я тем более не могу этому противостоять. Единственное, где, скажем так, силы этого... Действия этого всего очень мала. Это лес. То есть вы можете гулять в лесу, потому что... Ну здесь нет машины. Они не могут за вами ездить на машинах так далеко в лесу. Вот. Действует этот комплекс таким образом. Он действует именно на мозг, разрушая ваши внутренние органы. Полностью владея вашим сознанием, подсознанием, вашими мыслями в какой-то мере. То есть для такой степени, что у вас может появляться голос в голове и... Ну, с точки зрения психоаналитики, наверное, или психиатрии, можно сказать, что у вас шизофрения или что-то такое. Но на самом деле, если вы посмотрите как раз-таки видео в ютубе «Жертвы псиоружия», то заметите, что они вполне себе адекватные люди. Просто их нервные клетки, ну не клетки, а нервные узлы, я не врач, до такой степени износи... Как это? Ну, измождены, что они больше не могут сопротивляться. То есть у них уничтожили настолько и вложили в их голову нужную информацию российской разведки. То есть российская разведка на данный момент мало отличается от КГБ, НКВД, ну то есть от той разведки. Вот. Кстати, если говорить о том, какие люди работают на эту разведку, то очень разные. Это нам такая контрактная армия. В моём опыте это дизайнеры, допустим, бизнесмены, творческие люди, даже танцоры, которые работают в разных странах. Ну, по контракту ездят в разные стороны и танцуют там. Все они как-то иначе связаны с контрактной армией, то есть подписывали бумагу, а не разглашение. И таким образом, ну, скажем так, подходили к нужному человеку и либо начинали с ним общаться, входя к нему в доверие, либо, ну, либо, знаете, просто к вам могут подойти на улице и что-то сделать такое, там, вас как-то обозвать. То есть это именно психологическое давление. И у армии очень много таких людей. Вот это невероятно тяжело, и бороться с этим нет сил. Поэтому я записываю видео и веду фейсбук для того, чтобы было легче немножко. По крайней мере, пока граница России закрыта, я не могу выбраться. Легально точно, но я думаю, я уже выберу скоро нелегально, потому что я уже не могу тут сидеть. Это оружие устроено таким образом, что оно действует на сердечно-сосудистую систему, на сон. То есть все мои близкие, там, мама, тётя, тётя Таня, я и люди, которые к нам приезжают, а к нам приезжают, там, по 10 человек в баню, у нас в бане есть, к нам приезжают. У них у всех болит голова, они мало спят, они очень нервные становятся. У них появляются ярко выраженные вены на ногах и лопаются сосудики, капилляры лопаются, не сосуды. Слава богу, нет. И таким образом этот аппарат может практически убивать человека, делая инфаркты, инсульты и прочие нехорошие заболевания, тромбозы. То есть спасать от этого только, наверное, гимнастика, йога, дыхание. Вот. Но если смотреть про то, что пишут в интернете, это очень смешно. Ну, не то, что смешно, это скорее печально, потому что людей сломали. Я сейчас именно говорю про жертв пси-орушия, пси-террора, потому что людей сломали настолько сильно, что это просто невозможно представить. Они там наматывают на себя фольгу, но это я уже отбилась от темы немножко. Вот. И, наверное, хотелось бы продолжить, но я не знаю, с чего начать. То есть перечислять всех знакомых, которые в этом участвовали. Мне времени не хватит, потому что это длилось 3 года активное преследование, скажем так. 5 лет меня, ну, за мной наблюдали. На работах, допустим, именно те работы, на которые они меня звали. Меня постоянно спрашивали какие-то люди, ну, именно, знаете, такие, ну, которые потом, как выяснилось, работают на российскую армию. Что ты в политику собираешься, а почему ты говоришь так про Путина, а почему ты говоришь вот так, а зачем ты ходишь на митинги, а зачем ты делаешь что, а зачем ты делаешь это. Вот. Но всё было бы не так страшно, если бы действие, ну, их действие ограничивалось только этим. Самое страшное это то, что тебя прессуют. Психологически ты не выдерживаешь, ты настолько... Ну, я не могу устроиться на работу, меня не берут ни на одну работу. Хотя я рассылаю объявления, куча объявлений и так далее. Я даю свой номер телефона любому работодателю, и мне не приходят просто смс-ки, звонки, ничего не приходит. У меня взломали ВКонтакте более, наверное, пяти-шести социальных сетей, ну, то есть социальных страничек. У меня взломали два или три раза Инстаграм, и до сих пор у них есть доступ к моему Инстаграму, Фейсбуку, ВКонтакте, разумеется, потому что ФБК принадлежит Майлору Групп, а Майлору Групп принадлежит Усманову, насколько я знаю. А Усманов — это российская армия, ну, в общем, российское правительство. Вот. И таким образом, ну, всё это не имеет устрашающего эффекта. Имеет устрашающий эффект то, что они разыгрывают, как это происходит, как это действует на вашу психику, на ваше сознание. Например, когда я ездила в этом году в Украину, 17-го... Я не 17-го... Ну, короче, я ездила в феврале, по-моему. Вот. Передо мной разыграли такую сцену, о, боже мой. То есть участвовало очень много людей. Когда я приехала на Украину, у меня в хостеле украинском ждали российские военные, которые разыграли, ну, сделали вид, что они украинские военные. И пытались... Ну, я, короче, сидела на... Объясню, ну, расскажу самую историю. Я сидела на кухне. Вот. И ко мне подсел мужчина, Самир, или Самир, не Самир. Салават. Салават подсел ко мне. Вот. И начал предлагать мне работать якобы на киевскую адвокатскую контору, хотя у меня даже нет квалификации юриста. То есть это настолько абсурдно, что даже, ну, невозможно представить, дал мне бумажку, две бумажки, на которой было написано, ну, как, никнейм Инстаграма, ник Инстаграма. Вот. Я посмотрела в Инстаграме, там была написана страничка такая, не работайте с мудаками, юридические услуги, лавфирма Сибур. Была такая страничка в Инстаграме, там было всего лишь 300 подписчиков. Ну, это такая фейковая страничка, как я поняла. Вот. Это еще не все, конечно, разумеется. В Киеве, помимо от этого человека, ну, я, разумеется, отказалась, потому что я не юрист, и мне вообще показалось все это очень странным, но я понимала, что это и кто делает. Главное, зачем. Чтобы я быстрее уехала из Киева, потому что я приехала в Киев для того, чтобы обратиться в посольство другой страны, либо сдастся на краине, на границе. На краине. Либо сдаться на границе этой страны, вот. Но у меня не получилось, потому что вот с этими, с такими поступками, которые делает, делает российская разведка, ты забываешь вообще обо всем. Мало того, что ко мне подсел вот этот человек, казах, вроде бы по национальности, ну, выглядел как казах, по крайней мере. Вот, по национальности, так у меня там еще в комнате со мной жили две женщины, одна, которая притворялась канадкой, но она явно русская. Вот, и она пыталась... Как это объяснить? Ну, притвориться канадкой для того, чтобы там со мной поговорить, потому что мне очень нравится Канада, другие страны, там Америка, и так уже было, но только Гаврехова, а не в Украине. Вот. И это еще не все. Также там подсела ко мне женщина лет 60, которая начала говорить про Горбачева, про какую-то дичь. Очень, ну, военная женщина. И в итоге, когда я ходила по Киеву, по разным улицам, ну, мне очень понравился Киев, безумно красивый город. Вот. Ну, даже не описать ее с Москвой, не сравнить. Вот. Получается, когда я ходила по Киеву, там было то же самое, что было в Орехове и в Москве. За мной ходили люди, и когда я спрашивала дорогу, извините, а мне куда, это оказывались именно люди из российской разведки. Ну, так получалось, потому что они ходили за мной. Прямо за мной. То есть я ходила, допустим, в библи... Нет, не в библиотеку, а... Там рядом с библиотекой был книжный магазин. Я ходила в книжный магазин, и за мной вошло 10 человек примерно, с периодичностью в 5 минут, наверное. Каждый начал ходить-выходить. Они ходили с рюкзачками и делали вид, что они за мной следят. Ну, то есть вот так вот, таким образом. Это было именно сделано для запугивания меня. Потому что, ну, поскольку я с этим уже сталкивалась и в Орехово, и в Москве, я как-то к этому спокойно... Ну, как неспокойно отнеслась. В итоге я в Киеве пробыла дня 3 или 4, и быстрее уехала, потому что... Ну, это было настолько реально, что вот казалось, что это украинские военные, и они хотят меня выгнать. Это, кстати, записка, что надо купить воду. Потому что я начала многое забывать. И это не очень хорошо. Потому что это ещё отражается на моей памяти. Всё происходящее. Вот. Хотя я начала пить витаминки для памяти, для улучшения работы головного мозга. Вот. В общем, эти люди всё провернули таким образом, чтобы я сбежала из Киева. И когда я села в автобус, уже в Киеве, ко мне подсела женщина по фамилии Костенко, которая разговаривала на украинском языке. И каким-то... Как вам объяснить? Ну, если вы знаете, каким образом действует этот специализированный технический аппарат, то вы, наверное, поймёте, о чём я говорю. Если нет, то нет. И эта женщина начала... Точнее, не начала, а дала понять, что она... из российской армии, и она мне поможет и спасёт меня от украинской... спецслужб, от украинских спецслужб. И она была не одна. То есть в автобусе, наверное, было больше 10 человек. Как я уже потом поняла, из российской разведки. И они все делали вид, что они играют за разные команды. То есть, допустим, 6 человек за российскую разведку, 5 человек за украинскую разведку. Допустим, они хотят меня убить, а остальные меня якобы яро спасают. Вот. И пару человек было даже как будто бы из американской разведки для того, чтобы я не обращалась в американское посольство, потому что именно в американское посольство я хотела обратиться. Знаете, собака? Эй! Привет! Ну, как ты понимаешь... Такая такса. Вот. То есть меня в буквальном смысле проводили в Киеве до двери, до двери, до хостела, по каждой улице. Ко мне там подходили какие-то люди и говорили, заблудились. Ну, то есть говорили на русском и на украинском. И все это делалось для того, чтобы меня запугать. То есть не было такого, чтобы... Чтобы это оказался случайный человек. Потому что потом, когда я приехала в Москву, а это было еще то испытание, в автобусе там была еще разыгранная сценка с пистолетом, как будто бы у украинской стороны... Ну, это все российские, разумеется, армии. Но как будто у российской стороны был пистолет. Точнее, украинский. Я уже их путаю. Вот. А российская страна типа меня защищала. Вот. И получается в пакете... Ну, я сидела вот с левой стороны у окна. Справа сидела вот эта вот костенка. Такая... Ну, странная женщина, короче. Но она явно... Ну, она просто знает украинский язык, но... Наверное... Мне кажется, она из России. Но я не уверена. Короче, ей лет 40, очень странная женщина. И она сидела рядом и делала вид, что меня защищает. То есть это вообще очень странно. Атакс так и идет за мной. Нашла себе друга. Вот. И делала вид, что меня защищает. А впереди меня сидела пара. Там, получается, был дедушка. Ну, как дедушка. Лет 50 мужчине, я так называю. Вот. И девочка типа внучки. А девочки лет 19-20. Вот. И этот дедушка якобы... Ну, в общем, справа от этого дедушки сидела еще одна женщина. Спереди... Спереди этой женщины сидела мужчина. И они вот втроем разыграли такую сценку, что они начали в автобусе собирать туал... Мы сидели рядом с туалетом. Вот. И... Мы в автобусе... Это было... Получается, когда мы уже въехали в Москву, то есть мы уже проехали, наверное, часов, ну, очень много. 8. 8-10 часов, и мы уже въехали в Москву. И когда была предпоследняя остановка, мы вышли, ну, у какой-то заправки. И они начали делать вид, что у них там пистолет, что они собрали пистолет для того, чтобы меня убить. А вот российская сторона, которая якобы меня защищала, то есть Костенко, вот эти же... Ну, там еще сзади и спереди была еще одна женщина. Вот. Сделали вид, они вдвоем... Точнее, втроем положили сумочки себе на колени. И сделали вид, что у них там тоже пистолет, якобы они меня защитят. Вот. Я, поскольку в такой ситуации оказалась впервые, мне мало того, что... Ну, раньше меня... О, Господи. Это правда мой будущий друг. Мало того, что... Меня... Ну, я в такой ситуации оказалась впервые. Так, меня там еще якобы пытались убить. Я, разумеется, поверила, что... Ну, во всю эту ситуацию разыгранную. Вот. И когда мы уже подъехали в Москву... Ну, то есть я очень дрожала. Ну, эти женщины пытались, типа, меня защитить. Я доехала еле-еле до Москвы, до вокзала, там, с выпрыгивающим сердцем. Все было у нас, ну, как, сделано... Именно для того, чтобы... Здрасте, собака. Именно для того, чтобы меня запугать. То есть у меня выпрыгивало сердце. Я приехала на вокзал, и Костенко вот эта вот сказала мне, иди сразу... Ну, на вокзал мы приехали на автовокзал. Вот. И она сказала, иди сразу на вокзал. Вот. Но у нее такие глаза страшные, как у убийцы. Потому что она играла какую-то свою роль. Вот. И она прекрасно владеет украинским языком. Но сказала она по-русски. То есть двумя языками владеет. Я пошла... Поехала сразу на вокзал. На Курский вокзал. Вот. Села на электричку, и там началось еще одно приключение. Ох. Я даже не знаю уж, как об этом рассказывать. Потому что это такая... Она опять сзади. Потому что это такая дичь. Ну, сейчас, мне кажется, это, конечно, смешно. Но и страшно, потому что сейчас мне идти опять к себе в СНТ, и там будет действие этого аппарата. Это опять... Ну, очень плохой сон. Опять нервное напряжение и так далее. Ну, в общем, я села в электричку. Ну, поскольку я села... Там было 6 или 7 утра. То прям... Ну, народу, кроме мужчинистов, по-моему, в этой электричке не было. Вот. Я села в первый вагон. И... Ну, то есть шоу начало... Шоу продолжалось. Зашли двое мужчин. И сели... Ну, вот я сидела, допустим, вот так. И сели вот так и вот так. Напротив меня. И они, типа, меня снова защищали. А потом начались заходить военные люди, якобы с украинской стороны, которые пытались меня убить. Сейчас это выглядит для меня даже смешно. Потому что тогда, ну, я уже говорила, да, что сознание и подсознание в этот момент тебе не принадлежит, когда российская разведка пытается провернуть какое-то свое дело. Вот. В общем, зашли эти люди, которые пытались меня убить. И мужчина прошел... Вот я сижу здесь, а этот мужчина прошел вот здесь. И его подхватили четверо мужчин, чтобы вы понимали, которые зашли уже на другой станции, и прям вывели. То есть настолько это было реально, что меня пытается убить украинская сторона, за что я не понимаю. Но тогда это просто не приходило в голову. Вот. Его просто вывели на моих глазах. И, конечно, тут поверишь, что российская сторона пыталась тебя защитить. Но на самом деле... И это еще не все получается. Когда я ехала... Ну, то есть я доехала уже до Орехова. Вот так же я и доехала. Там менялись женщины. Вот в этой электричке, я не знаю, побывало человек за час тридцать, человек сорок. И все они... Ну, то есть из российской армии. В метро было то же самое, когда я ехала до этой электрички. Мне вот этот Салават из Москвы в хостеле... Точнее, из Киева в хостеле. Сказал, что у него есть брат в Москве. И когда я приехала в Москву, с автовокзала зашла в метро, там оказался именно брат Салавата. То есть, ну, какая должна быть вероятность того, что так случится, если это все не подстроено? И как я могу вообще узнать незнакомого человека? То есть никак. Вот. Опять собаки. Ну, в общем, таким образом я доехала до Орехова. Сменялись вот эти люди, военные, российские и украинские, которые якобы пытались меня убить, а те защитить. Вот. Когда я доехала до своего города, там началось... И продолжилось на протяжении, наверное, двух недель. Все, о чем я говорю. Вот это вот преследование якобы украинское. Или украинское. Украинское или украинское. В общем, не понимаю. Я села на маршрутку, чтобы доехать до мамы, сказать, что я приехала, подарить ей магнитик. И в маршрутке, была какая-то старая маршрутка, сидели женщина и мужчина. Мужчина сидел с пакетиком и в пакетике держал, ну, что-то металлическое, напоминающее пистолет. Сколько же это вообще прям... Как вы-то поверите, вот если... Ну, сейчас это вот выглядит как фильм какой-то и не очень такой приятный. Ну, пока комедийный. Пока я себя нормально чувствую, пока мне не страшно. И меня снова не пугают. Вот. И сзади сидела женщина, которая пыталась меня защитить, опять же. И я ехала в маршрутке. То есть на меня никто не нападал, это было именно психологическое давление. Оно настолько было сильное, что сердце выпрыгивает. Представляете, вот вы едете в маршрутке, перед вами сидит человек, один хочет вас убить, другой защитить. И у тебя нет даже мысли пойти в полицию, потому что думаешь, так, полиция меня защищает. А соединить то, что было до этого преследования, то, что кто-то дома был, кто-то поищал документы, ну, не получается, потому что твое сознание тебе на данный момент не принадлежит. И, ну, очень много профессиональных людей задействовано для того, чтобы ты так... Ну, и чтобы я в данном случае, я так и не смогла не поверить в происходящее. Настолько всё реально. Вот. И потом я поехала после мамы, я подарила им магнитик, купила тортик. Ну, я была в таком нервном напряжении, что просто сойти с ума. Я поехала к тёте, я оставила у неё свою кошку, поехала к тёте, и там у неё четыре этажа в доме. Поднялась на четвёртый этаж, тоже с приключением, потому что в подъезде меня ждал мужчина, который якобы тоже пытался меня убить. Но я там вырулила, быстрее выбежала, и он ушёл. Ну, короче, всё настолько разыграно, что просто, я не знаю, как... Во-первых, я ещё не умерла от разрыва сердца и так далее. Вот. И это продолжалось на протяжении, наверное, двух-трёх недель. Я выходила из дома просто в таком напряжении. То есть я выходила из дома, шла в магазин, быстрее заходила, ну, заходила домой. И я выходила на прогулку на 15-20-30 минут, и эти люди, которые были в электричке, начали появляться в моём городе, и продолжалась та же игра. То есть, допустим, сзади меня, ну, то есть я рассказываю, как было, идёт человек с сумкой и говорит мне, сука. То есть незнакомый человек какой-то говорит мне, сука. Вот. И его, в буквальном смысле, обходят двое человек, как будто держат, вот. И идут мимо... Ведут его мимо меня, как будто защищают. И как тут не поверишь в то, что, ну... В то, что происходит это по-настоящему. Вот таким образом я прожила как-то ещё две недели. И всё это происходило при помощи моих соседей, о которых я писала в ВКонтакте. Но поскольку мою... Так, там собака. Поскольку мою ту соцсеть взломали, придётся рассказывать заново. Я живу на пятом этаже в квартире, а мои соседи живут на четвёртом этаже в квартире. Соседи, мужчина и женщина, семья. У них есть ребёнок, которому лет восемь, мы жили девять. Вот. И они занимаются профессиональной каратэ. То есть, ну, у них чёрный пояс по каратэ. И у девушки, и у мужчины. Её зовут Женя. Вот. Я знаю, что она работает в контрактной армии. Ну, то есть, у неё четыре секции каратэ в Орехово-Зуево. Каким образом они в этом участвовали? Во-первых, там находился вот этот, наверное, как специализированный комплекс. Ну, я вычитала это в интернете, название конкретно. Но я думаю, это находилось там, потому что, когда я находилась в моей квартире, у меня жутко болела голова. Как будто вас прожигают. То есть, мозг напрягается вот так. И это происходит на даче у всех моих близких. И когда ко мне в квартиру приходила моя тётя, мама, ну, то есть, мои знакомые, у них происходило то же самое. Вот. И из-за этого у моей кошки меняется шерсть. То есть, она абсолютно чёрная. Вот. И тут у неё появляются коричневые пятна. Ей из-за этого сделали уже две операции на... Как это называется? Ну, стерилизовали. То есть, вырезали у неё женские какие-то её кошачьи органы. Извините. Вот. И у неё на хвосту некроз мягких тканей. Там дошло до позвоночника. В общем, у кошки коричневые-коричневые пятна появляются. У другой кошки, которая живёт на даче, тоже появились такие пятна после того, как я туда переехала. Вот. И, в общем... Ну, поскольку я рассказываю... Это было отступление про кошку, что на кошке это заметно более, чем на мне. Вот. А на мне... На мне тоже заметно, особенно... Ну, я замечаю, наверное. За мамой я замечаю, она за мной замечает. То есть, ну... Всем немножко не повезло. Вот. В квартире. Ну, почему я начала говорить про соседей? Потому что мы с ними как раз-таки начали конфликтовать три года назад, наверное, когда всё это началось. Они начали... Сейчас я расскажу, как это происходит. Допустим. Они начали шуметь после 23.00, а уровень шума превышал 60 децибел. То есть, это настолько громко, что даже, ну, не описать. Там звук того, что, знаете, они говорят в микрофон, говорят и смеются ехидно в микрофон, катают по полу бильярдные шары. Не бильярдные шары даже, а, наверное, шары для боулинга. И всё это происходит ночью. То есть, это всё для того, чтобы не давать мне спать. Чтобы вывести из психологического равновесия и заставить нервничать опять. Вот. И плюс происходит действие этого аппарата. Ну, как я потом снимала на телефон... В общем, я ждала, пока они заедут... Ну, в квартиру смотрела. Сидела в подъезде и ждала. Потому что я заметила, что они там не живут. А живут там абсолютно другие люди. Точнее, разные. Туда заходят в определённое время разные люди, сменяя друг друга. Вот. А эти люди просто не появляются. И так получилось, что я записала на видео, как туда приходят разные люди. И у меня потом с телефона, с моего, который взламывали не один раз, пропало это видео. Так же у них есть собака, которую они, ну, то есть, которые они забирают дома. И приходят с ней гулять в разное время. То есть, ну, обычно в семь-восемь вечера приходят выгуливать собаку и уходят из квартиры. Уезжают на своей машине куда-то. У них две разные машины с одинаковыми номерами, что в России запрещено. Две лады, очень похожие друг на друга. Что сначала, ну, то есть, что было сделано для того, чтобы ввести меня в заблуждение. Поскольку я думала, что если одна лада стоит у дома, значит, они дома. Значит, это они шимят, значит, всё нормально. Вот почему у меня кипят мозги, болят. Вот. Но на самом деле у них две лады, и одна стояла у дома, пока я думала, что они дома. А на другой ладе я их встретила в другом месте. И эта лада там отличается прям немножко цветом и наклейками сзади. Там разные наклейки. Вот. Но в целом, это обычные контрактники, которые работают в армии. И всё это время, на протяжении трёх лет, они не давали мне нормально спать. У нас постоянно какие-то, ну, какой-то шум. Вот. Я даже не знаю, как описать этот шум. Например, звук включенной воды в спальне. Чтобы вы понимали. То есть, у нас одинаково расположены спальни. Но когда ты лежишь в спальне, и у тебя звук включенной воды, и это настолько громко. То есть, ну, это специально сделано было для того, чтобы привести меня в нервное напряжение, состояние. Из которого очень сложно выйти. Вот. И каждый раз, когда я приходила к ним, к соседям, то есть, я говорила, здрасте, можно ли сделать потище. Я уже не могу спать, у меня руки трясутся, потому что такое состояние, ну, сами представляете. Если это происходит на протяжении, не знаю, скольких лет. Вот. На что они хитро отвечали, такие, нет. Вот так вот. И я пыталась вызвать полицию раз пять-шесть. И каждый раз, когда я звонила в полицию, мне говорили, разбирайтесь сами. Или, типа, мы не можем вам помочь. Нам что, ОМОН вызывать? И бросали трубку. То есть, таким образом это происходит. Я ходила ещё в квартиру, которая находится надо мной и подо мной к соседям. И спрашивала, слышали они эти звуки. И они также слышали эти звуки. Но не так громко, как я, потому что на шестом этаже, получается, у них слышимость менее громкая, чем у меня. Вот. И поэтому соседи, вот эти каратисты, тоже в этом поучаствовали. Вот. И когда я... К чему я это рассказывала? У меня уже вылетело из головы. Ах, да. Когда я приехала с Киева, и вот эти две недели жуткие, когда я ходила по улицам, у меня там пытались, типа, убить украинца. Бравые русские солдаты меня защищали. Вот. Как мой телефон был сломан, я уже писала о том, что... Правда, ВКонтакте, в котором меня взломали, я писала о том, что у меня дома не ловят ни один телефон. То есть, ну, там прям в прямом смысле глушилка. Когда мама на улице, допустим, на первом этаже, она может мне звонить. Когда она находится на четвёртом или на пятом этаже, она уже не может мне звонить. И я таким образом тоже. То есть, мне надо было спуститься на первый этаж, выйти из квартиры, то есть, из подъезда, чтобы кому-то позвонить. Потому что у меня в квартире вообще ничего не ловят. Вот. И когда началась вся эта загвоздка с Украиной... Вот эти... Ужасные-ужасные две недели. Телефон у меня не ловил. То есть, у меня даже не срабатывал будильник, и мне переводили будильник. То есть, это даже происходило на айфоне. Это было на разных телефонах. И на Sony Xperia, и на айфоне. То есть, меня взламывали кучу телефонов. Получается, я не могла просыпаться сама, потому что будильник не срабатывал из-за того, что у меня ничего не ловило в телефоне. Я не могла включать радио. Короче, телефон был мне не подвластен, а был подвластен российской разведки. Вот. Меня будили соседи, как бы это вообще странно не звучало, с четвертого этажа. То есть, когда надо было просыпаться и выходить на улицу, играть типа наживца. Это еще одна история, которую придумали российские военные, чтобы я никуда не обращалась, ни в какие посольства. Особенно в украинское. То есть, я выходила, ну это уже после двух недель, до того, как меня пытались убить украинцы. Там доходило до того, что я выходила в магазин, приходила с магазина, поднималась по лестнице, потому что, чтобы здоровье было хорошее, надо подниматься по лестнице. Вот. И смотришь в дом напротив. И там стояли люди, которые светили вот так на тебя лазером, как будто это снайперская винтовка. И у тебя сразу ощущение, что это снайперская винтовка, потому что, ну то есть, да, то есть, эти люди настолько профессионально делали то, что они делают, я имею в виду, разогревали у меня, что это просто не описать словами. Так вот, соседи с четвёртого этажа будили меня стуками по стенам. Вот так я просыпалась и каким-то образом давали мне понять, что выходи на улицу. То есть, они начали сверлить во всех комнатах в ванной, в туалете так, что я не могла находиться дома. Я выходила, ну потому что вынужденно выходила из дома, вот, и мне приходилось, допустим, я ухожу из дома, за мной идёт человек, мне приходилось уходить от человека, вот. И там появлялись российские военные, которые меня сразу защищали. Ну как защищали, просто мимо уводили этого человека. А я якобы была наживкой всё это время. То есть, вот, ну, настолько всё это страшно. И это ещё не вся история, то есть, это часть истории, даже такая, которая длилась месяц, то есть, очень незначительная. Всё это длилось на протяжении, длится на протяжении трёх лет. И рассказывать всё так по видео я, наверное, не смогу, просто сейчас у меня выдалось какое-то свободное время, и мне нужно с кем-то поделиться. И, тем более, ну, чем больше я расскажу, тем мне будет лучше, потому что у меня такое ощущение, что российские границы ещё не скоро откроют, и я не скоро отсюда уеду. Для того, чтобы как-то более безопасно здесь жить, мне нужно что-то рассказывать. Вот. Вот так вот. Наверное, я думаю, пока хватит на 40 минут. Я не думаю, что хотя бы даже один человек это просмотрит. Вот. Поэтому вот так. Всего доброго. До свидания.